Чикаго Чикаго Извините, могу я попросить вашу помощь? У меня убежала собака. Белый пудель с розовым мошенником. Говори. Да. Так значит, вы ищете белого пуделя? Да, с розовым мошенником. Где вы его видели в последний раз? Мы гуляли по парку, и вдруг он увидел, наверное, кошку и побежал за ней. Какого цвета был кот? Вроде черный, не знаю. Я его плохо видела. Да и какая разница? Значит, у нас тут белый пудель и черный кот. Боюсь, искать собаку уже нет смысла. Скорее всего, кот уже съел пуделя. Что? Почему? С чего вы это взяли? Это я так пошутил, чтобы вы улыбнулись и не нервничали. Обещаю найти вашу собаку так быстро, что вы не успеете соскучиться. Ну и шуточки у вас. Чуть до инфаркта меня не довели. Простите. Сказал, не подумал. Может, в таком случае, чтобы успокоить нервы, мы с вами выпьем по бокалу вина? Разумеется, после того, как я найду собаку. Вы приглашаете меня на свидание? Да. Мой ответ зависит от того, как быстро вы найдете мою собаку. Тогда я побежал. Эй! Ты чего тут бродишь? Заблудился? Да так, собаку ищу. Не видели? Ха-ха! Белого пуделя с розовым мошенником? Считай, ты его нашел. Парни! Взять его! Где я? Что происходит? Голова кружится. Я детектив Джерри. Вы находитесь в полицейском участке. На вас напали. Почему я в участке, а не в больнице? Вас осмотрел наш штатный медик. Никаких серьезных травм у вас нет. Пара синяков и царапин. Значит, я смогу играть на пианино? Думаю, да. А руки целые, пальцы тоже. Отлично. Я ведь раньше не умел. Шутки в такой ситуации – это хорошо. С вашего разрешения я хочу задать вам пару вопросов. Какие вопросы? Меня в чем-то подозревают? Конечно, нет. Сэр, на вас напали. Нужно понять, кто это был. Чтобы найти и арестовать негодяев. Вы же хотите, чтобы ваши обидчики понесли наказание? При всем моем уважении, сержант. Детектив. Детектив Джерри, сэр. Детектив Джерри. При всем моем уважении, но я не верю, что полиция может кого-либо поймать. Я сам найду своих обидчиков и сам с ними разберусь. А теперь, если я не задержан, я могу уйти. Мистер, вы сейчас совершаете большую ошибку. Угрожая самосудом в этом здании, тем самым вы совершаете преступление. Я могу вас арестовать за планирование преступления. Вы этого добиваетесь. В нашем современном обществе все должны жить по закону. Никакой самосуд недопустим. Я понятно объясняю. Да, более чем. Тогда я спрошу еще раз. Сколько человек на вас напало? Пять или шесть. У них были особые приметы? Шрамы, татуировки, кольца? Все произошло слишком быстро. Я толком ничего не видел. Главный, который напал первым, у него был странный акцент. Как у парня из другого штата или другой страны? Как у парня из другой страны. Что-то европейское, наверное. Ну что ж, это уже кое-что. Хочешь еще что-нибудь сказать? Нет, сэр. Хорошо. Сержант Том, заполните необходимые бумаги с потерпевшим. А я выпью кофе и отправлюсь на место преступления. Осмотрюсь. Сержант Том. Сержант Том. Сержант Том.